Девушки отдыхают Почему слеза? Это очень полезный предмет, дает хорошие комбинации с другими предметами. Слеза богини. Я в богинь не верю, у меня только один бог. Но это дает плюс 20 маны в этой игре. Значит, это тот же самый Джакс, которого мы видели в моей прошлой игре, где я заняла шестое место. Если я бы играла в ранговую игру, в ранговом режиме, то я бы обязательно постаралась занять... О, это что такое? Это, друзья мои, редко происходит, когда одни и те же чемпионы появляются, тем более три подряд. Смотрите, раз, два, три. Бабам! Все, он серебристый, серебряный. И две вейн, почему бы и нет. У каждой комбинации в этой игре существует своя контркомбинация. То есть, например, если у вас комбинация тьмы, то есть комбинация цвета. Света. Извиняюсь. Света. И так далее, и тому подобное. Кого бы, кого бы взять? Ой, ладно. Сивер возьмем. Поставим ее сюда. Интересно, что его по-русски перевели трэш. По-английски его зовут Трэш. Трэш, это как бы... Это... Трэш. Это трясти, очищать. Да. В зависимости от контекста. Неплохие мне чемпионы выпадают. Они все световые. Видимо, световая комбинация зовет меня. В данной игре. Так что... Почему бы и не попробовать, да? Пусть это будет Вейн. Волибир. Он ледник. Электричество и берсерк. Орн, который сейчас у меня стоит на доске, он тоже электрический. Поэтому я, пожалуй, возьму Волибир на данный момент. Мало ли. В одном из моих видео я делала комбинацию с чемпионом по имени Зет. Это мой любимый чемпион. Он очень дорогой чемпион. Как вы видите, вот эти, они все стоят одну... У них у всех стоимость одна копейка. Ну, вот Волибир у него стоимость две копейки. То есть он, как бы, посильнее, получше. Вообще, как бы, если вы строите свою комбинацию, то желательно, чтобы... Разные уровни были. А еще лучше, если уровни повыше. Но... Например, на данный момент... Да? Ну-ка, ну-ка. В общем, на данный момент... Вот здесь вот, видите, цифрыки? Значит, 70% появляющихся чемпионов здесь будут стоить лишь одну копейку. 25% — 2 копейки. 5% — 3 копейки. А те, что 4-5 копеек стоят, они сейчас вообще не появляются, потому что игра только началась. Так что на данный момент мои два самых дорогих чемпиона — это вот 40. Ага, она 3 копейки стоит. И сивер тоже 3 копейки. И мои деньги... Вот здесь вот подсчитываются. Наверное, стоит кого-то продать, на самом деле. Только сивер продадим. Видите, здесь мне дается бонус за то, что у меня больше, чем 10 копеек. То есть каждый раунд количество... Так-так-так... Количество копеек увеличивается, но вы их тратите на покупку чемпионов или опыта. На данный момент мне сложно сказать, что именно я пытаюсь сделать. Но судя по чемпионам, которые мне выпадали в начале... Световая комбинация на данный момент самая лучшая для меня. Из всего того, что у меня есть. Может быть, еще электричество. Но мне нужен будет третий волибир, чтобы, по крайней мере, сделать его серебряным. Чтобы он хоть чего-то стоил. Видите, на нем ангел-хранитель, он раз, возродился. Так что мы, к сожалению... Мы выиграли. Мы выиграли. Я сейчас третья. Что значит, что... Я одна из последних буду. Кому дадут доступ к карусели. Потому что сначала идут те, кто пониже. Я возьму, я возьму, я возьму вот тебя. Но теперь мне нужно обязательно кого-нибудь из них продать. Чтобы нечаянно... Эй. Окей. Чтобы нечаянно у меня большой Джакс не сделался. И не соединились... Те... Предметы, что на нем сейчас находятся. Так. Я сделаю искупление. И давайте-ка... Положу я... Искупление на... А-а-а. Прежде чем я положу на кого-то искупление. Давайте посмотрим, кто чем тут занимается. Первое место. У него два хранителя. Друид. Лес. Всегда такая комбинация у кого-то есть. Мне не очень нравится, потому что... В начале игры она очень сильная, но под конец она не очень. Здесь комбинации никакой нет. Два рейнджера. Так, я выиграла. Никакой комбинации на данный момент. Три света. Кто-то, значит, свет тоже здесь делает. Что значит, что... Иногда будет, наверное, сложновато найти в себе. Чемпионов, которые мне именно нужны. Ладно. Попробуем то же самое, что мы пробовали в прошлой игре. Да? Только на этот раз постараемся это сделать получше. В принципе, я сейчас на втором месте. Главное, если я буду проигрывать, то не слишком сильно, чтобы... Чтобы не слишком большой урон был. Да, здесь мы проиграем. Явно. Судя по всему, это призыватели у него. Ну да, но комбинации как таковой нет. Но, видите, у него мальзахар. У него два предмета на нем сейчас. Грань бесконечности и прессмертный шепот. Названница, конечно, у этих предметов... Так. Очень не хочу проиграть этим. Камушком. Ладно, все, мне уже... Когмао не нужен. Я надеялась, что, может быть, у меня серебряный когмао будет. Чтобы... Хотя бы... С этими... Камушками. А, в принципе, в принципе, нет. Мы не проиграем. Просто очень досадно, когда камушком проиграешь. Ход мыслей у меня, конечно, не самый организованный, я бы сказала. Так, ты иди сюда, ты иди сюда. Давайте-ка мы... Так, что ли, сделаем? На тебя оденем. Продадим Джакса на данный момент пока что. Отдадим статик Киндред. И... Ставим воли-бир сюда. Или, как его... Как его по-русски? Воли-бир. Воли-бир. Да, мы здесь выиграли. Явно. У него никакой комбинации на данный момент. Ну, что интересно, что если вы, например, в начале игры или в первой ее половине находитесь в топ-4, это еще ничего не значит. Нужно быть осторожным. Нельзя тут зазнаваться. Мне стоит бояться меня. Вот так. Кому бы дать пояс? А пока никому не будем давать. Давайте лучше... Прокрутим. А нет, давайте лучше поднимем уровень и поставим 40-ку сюда. Вот так. На данный момент у меня 43 копейки. То есть, от того, что у меня 4 десятки, да, 40, у меня пассивный доход на каждую десятку 5, по-моему. 5 копейки. То есть, сейчас вот закончится раунд. Я победила. Мне дадастся еще копейка за это. И... Та-дам! 54. О! Смотрите, кто это. Это Лёциен. Лёциен, иди сюда. Так. Как бы, в принципе, Болибир и Орн мне здесь, как таковые, не нужны. Но на данный момент они мне нужны, потому что они мне всячески помогают с выживанием. О, у него Болибир с Титанической Гидрой. Так, ну мы тут можем даже и проиграть. Хотя нет. Если ты просто умираешь, считай, что тебе повезло. О, Йорик. Йорик, это хорошая тема. Но на нем плащ. А вообще, как бы, поскольку я сейчас на первом месте, мне вообще последний самый дастся выбор. Поэтому, что останется, то и возьмем. Наверняка кто-нибудь возьмет Йорика. Да, вот, пожалуйста. Кого бы взять-то? Ну, давайте я возьму, что ли, вот это. Этот предмет помогает. Пока не был ни на кого это класть. Это у нас слишком большой жезл называется. Давайте лучше прокрутием немножечко. Ай. Не, не выпадает ничего. Судя по всем, кто-то еще этим занимается сейчас. Хранитель, Инферно, Рейнджер, Ледник, Электричество, Амак, Луна, Призыватель, Хранитель. Хотя нет. Странно, потому что, ладно. Сиона возьмем. Он такой. Танк. Поможет мне. С выживанием. И он, у него стихия Суморок, поэтому он хорошо сочетается с Сеной и Киндред. Опять мне никто не выпал. Прокрутим. Еще раз. Волюбир мне, в принципе, уже не нужен, потому что я все равно его планирую продать. Так. Та-та-та-та-та-та. Сион. Это хорошо. Давайте вот так. Все. Волюбир. И Орн. До свидания. Теперь нам нужен хотя бы еще один Люциен. И нам нужен еще один Сион. Хорошо бы, хорошо бы Йорька получить, как можно скорее. И тогда можно будет покупать опыт. Здесь мы можем проиграть. И мы проиграли. Ну, ничего страшного. В принципе, не такой сильный урон. О! О! Это уже получше. Так. Ладно. Раз уж мы тут с волками... Давайте вот так. Пусть они на нее нападают. Они нападают на... самого... дальнего чемпиона. Так что они сейчас вот к ней прыгнут. Вот так. Извини, Киндред. Мы с тобой пожертвовали. Ради победы здесь. Уу, сколько мне тут денег. Ну, если честно, мне бы лучше они предметы, что ли, дали. Вот это очень хороший предмет. Доспехи. Так, мы повысим свой уровень. Пожалуй. И давайте прокрутим. И кого-нибудь... Вот он, Зет. Ну, как же мне его не купить, а? Ладно. Так. Доспехи. Давайте дадим... Ко нашему Сиону. Чтобы он сильненький был. Нужен ли мне Атрокс вообще? Атрокс. В принципе... В принципе, не нужен, да? Хотя ладно, чем. Все. Пай-пай. Это тот... Мне кажется, он не играл. Он, наверное, чем-то другим был занят. Потому что... Вообще, у него никаких комбинаций не было. Немножко странно. Так. Значит. Прокручиваем. Джакс. Джакс. Нет, Джакс нам не нужен. О! Киндред. Хорошо. Вот так. Вот так. Пожалуй. Кого бы хорошо было сюда ставить? Мистика бы хорошо бы ставить. Потому что у нас есть... Сорока, да? Так что, наверное, вместо Зеда все-таки лучше поставить сюда нами. Или нами, или... Мастер Ли. Мастер И. Если он попадется. Когда-нибудь. Я надеюсь, что он попадется. Тогда он нам добавит и сумрак, и... О! Видите? Теперь у меня образовалось два мистика. У всех союзников увеличивается сопротивление магии, да? То есть, если там, значит, у противников... А противники такие есть. Где они у нас? О! Их уже, что ли, выкинули из игры? О! Йорик! Йорик! Йорик, 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 Йорик. А ты иди вместо нами. Почему я туда вставила Йорика вместо нами? Хотя комбинации, как таковой, нет. Потому что, видите, когда Йорик умирает, он другим отдает свою жизнь. Вообще, конечно, нужно выходить на восьмой уровень. Как всегда... Точнее, не как всегда, а в этой игре я первая, поэтому... Ай! Он забрал этого мастера. Ладно. Тогда мы возьмем, пожалуй... Ой, чтобы взять, чтобы взять. Возьмем лук. Соединим его с... Вот этой вот палочкой здесь, с жезлом. И дадим... Нашей... Киндред. Или же... Или лучше дать... Не, лучше дать это Люциану, да? Лучше Люциану. Неправильные предметы на неправильных... Героев. О! Отлично. И все. Это... Одна ошибка может вам стоить... Все игры. Так, мы сейчас сражаемся против... Я вижу здесь... Луну. Призыватели. Ну, это... В принципе... Нами... Все уже не нужна нам нами, да? Не, не будем пока двигаться... Выходить на... Восьмой уровень еще. Дальше. Прокручивать здесь. Или все-таки лучше... Продать кого-то... Почему-то мне сено особо не попадается. Мы сражаемся против... Ага... Здесь, значит... Хранители, да? И Сумрак. И Сумрак. Атрокс. Идет. Ммм... Надо бы, конечно, выходить на 8 уровень. Тогда и Йорик будет чаще попадаться, да? Я вообще, конечно, не эксперт в этой игре, поэтому все еще учусь. Чай был один в том же ряду, в пределах двух ячеек. Получает плюс 15% скорости атаки до конца боя. Очень даже неплохо. Дать кому-нибудь, что ли? Дадим Йорику. У меня здесь важные решения. Опа, это кто? 4 рейнджера, 3 берзерка, 2 ледника. Проблема с рейнджерами в том, что они, конечно, хороши по атаке. Но в плане... В плане защиты... Конечно, там... О! Не все так хорошо. Как вы видите, вот, значит, он будет ускорять... Ой-ой-ой. Вот их, троих. И здесь вот еще пустая у меня ячейка, ну ладно. Поглощающий плач. Давайте оденем его на Люциона, на всякий случай. Кто у нас здесь в основном? О! Киндред! Сион! Потом Люциа. Киндред. 4698. 40. Может быть, у нас получится золотая 40. Крутить, не крутить? Так, ну мы уже, значит, в топ-4. Если бы это была ранговая игра, то все, я бы уже... Не то чтобы расслабилась, но играла бы уже спокойно. А поскольку это не ранговая игра, то давайте попробуем все-таки выиграть. Или хотя бы там... Второе, третье место занять, да? Ага, защитники. И сумрак. Посмотрим, сравним. Ва! Кстати говоря, его киндред больше ущерба нанесла, чем моя. Но мы выиграли, так что. Какая разница, да? Так, здесь уже сделанные предметы для меня. Вот это неплохо. Ну, естественно, он это возьмет. Мы возьмем вот этот предмет. Критический удар. Сион. Не, не будем тратить на него деньги. Или будем. Так. На кого? На Люцина, да? Люцина у нас тут в основном. И давайте-ка Киндрит сюда поставим. Ну-ка посмотрим. Ага. Мы сражаемся против... Против рейнджеров. Ну да, у него неплохая комбинация рейнджеров. У него Аш, Израил, Твич и... Беррис. Но поскольку у него мало защиты, мы быстренько добрались до них там в задних рядах и... Разобрались с ними. О, кто-то вышел из игры. Все, мы втроем остались. Это кто, значит? Кристалл, рейнджер, берсерк, ледник, луна, хранитель, сумрак. Мы играем против... Чьего-то клона. А, это этот, который сумрак. Мы тут, кстати, очень даже можем проиграть. Из-за его киндрит. А, нет. Не проиграли. Я уже 10 раз подряд выигрываю. Как вы видели в предыдущей игре, да? Я выбыла буквально, не знаю, на какой стадии. Шестое место заняла, и все, меня вышвырнули. А тут, как бы, уже другая игра. Потому что, ну, тут очень много разных факторов. Это другие игроки, их способности. Плюс еще, что мне выпадает вот здесь вот в магазине. Плюс какие предметы мне выпадают. В общем, масса разных факторов. Этот предмет называется зефир. Сейчас, когда мы победим. Вот нам дается вот этот предмет. Он поднимает воздух. Одного из чемпионов с противоположной стороны. Поэтому, пожалуй, давайте дадим мне это Йорику. То есть, видите? Вот здесь вот ураганчик такой. Это значит, что там, вот где-то вот с этой стороны, кого-то мы поднимем воздух. Переставим вот так вот. Ага. И все. Давайте крутить. И ничего нам уже не выпадает. Хотя вот, Киндред выпала. Вот мы воздух подняли Леону. То есть, первые несколько секунд Леона не участвовала в бою. И до свидания. О, слушайте, у меня точно тут что-ли золотая сорока получится? О. Лиция, все одна. А, ну и ладно. Ай-я! Ой, еще один Йорик. Лиция нам не нужен уже здесь. Я пытаюсь сделать золотую сороку или золотую Киндред. Было бы очень хорошо, чтобы так уж наверняка. Слушай, видите? Проиграла. О. Киндред! Давай! Так. Мы остались вот. Он и я, значит. Давайте Луциона поставим вот сюда. Сороку. Сороку. Сороку, конечно, уже подальше поставить. Сюда Сиона. Переставим. И еще бы одну нам 40. И было бы хорошо очень. Он воздух поднял двух моих. Это очень плохо. А, нет, мы проиграем. Так. Значит, он там воздух нас поднимает, да? Пять световых у нас. Еще один, шестой световой. У него два кристалла, четыре рейнджера, четыре берсерка и три ледника. Они все стоят так более или менее друг от друга равномерно. Это мы отдадим Сене. Теперь у нас шесть световых. И у него, значит, зефир на Доктор Мунда и на Тарике. Это напротив, да? Мы вот так вот всех наших переставим. Чтобы никого не унесло. Ураганом желательно. А, все равно унесло. Ну, по крайней мере, Йорика не унесло. Это уже хорошо. Молодец. Молодец, товарищ. Бьется до конца. Он, наверное, очень рад. Что он выигрывает. Так. Неужели сорока не будет? О, Зет. Сколько же душ ждет освобождения. Еще один Йорик. У-у-у-у. Я так немножечко переставила. Ну, не знаю, что из этого получится. Да, против рейнджеров, конечно, тяжело. Но. 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 Но невозможно. Не, невозможно. Так. У нас уже этот предмет есть. Кажется, я примерно поняла. Ага, он тут яро переставляет все. Конечно, тяжело будет предугадать. Но мы постараемся. Да? Потому что нам буквально еще один раз, пару раз выиграть. И все. Победа будет наша. Но. Какой у него предмет интересный? Надо посмотреть. О, Нико. Так. Он все переставляет там все. Эйч. Вот тебе дам. Ерик обязательно нужно, чтобы первым ударили. Мне бы еще одного Ерика. Вот здесь вот. И будет золотой Ерик. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Лакс. У него лакс. Да, все. Четыре. У него четыре кристалла. Да? Да, у него четыре кристалла. Это очень тяжело будет побить. Если я еще потрачу деньги, то я не смогу купить Ерика, если он там появится. Поэтому давайте лучше займемся обновлением интерьера. Дело в том, что он видит тоже, что я тут переставляю все подряд. Ааа, он поднял. Ааа. О, серебряная лакс. Это, это просто. Это невозможно. О, слушайте. В принципе, мы не так-то и плохо проиграли здесь. Так, кажется, я примерно поняла, в чем проблема. Нет, его не будет. Я заметила, что остаются в живых у меня сорока в конце, да? И еще кто-то. То есть, давайте мы немножечко, немножечко поменяем здесь. Обстановку. Чтобы. Так, более-менее. Надеюсь, что Люция останется в порядке. Было бы хорошо, если мы избавились от этой лакс. С той стороны. Так, так, так. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Так, на лакс, на лакс, на лакс. На лакс. Давайте, избавляемся от нее, избавляемся от нее. Девочки, поехали. Фу, вы... Ааа. О, сердце мое. Разорвется. На куски. Йорика здесь нет. Что за, вообще, за такие предметы здесь интересные. Для начала, давайте прокрутим здесь. Может быть, нам Йорик попадется? Нет. Йорик не попадется. Кто-то владелец получает урон и наносит критический удар. Увлечится на 2%. Сумерится до 50 раз. Кому, кому, кому это дать? Кто у нас приносит основной ущерб-то? Киндред. Ох, все. Это конец. Или он, или я. Так, Сион мой поднялся в воздух. Все. Все, дамы и господа. Ух, джи-джи. Все в порядке, я спокойна. Вы посмотрите. Красота. Это у него получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять чемпионов у него было на доске. Причем одна из них лакс. Серебряная. Заметьте. Но у него ни одного золотого не было. Но он очень хорошо сражался. Аплодисменты ему. Мамаму Мунстар. Достойный противник. Но мы нашей световой гаммой, световой комбинацией смогли победить. Вот такая вот игра. Захватывающая. Хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok